Всем привет! Сегодня воскресенье. Очередной выезд за грибами. В прошлые выходные я хорошо бы собирал лисичек. Об этом есть отдельное видео. Ссылочка в описании. Вчера решил опять посмотреть, что там с этими лисичками. Набрал ведро. Честно говоря, мне надоело их собирать. Сегодня, когда определился, куда же поехать, понял, что меня тянет на то место, где нашел 13 боровиков. Об этом есть видео. Ссылочку смотрите в описании. С последнего моего приезда сюда прошло две недели. За это время я трижды был за грибами. Один раз в Вилейском районе. Там не совсем удачно я сходил, кое-что нашел. И две поездки в Логуйский район. Как я уже сказал, там я собирал лисички. Давайте посмотрим, что есть на тех местах, где пару недель назад был выход белых грибов. Белка. Там белка. Ее не видно, но она есть. Один есть новенький. Вот такой гигант попался. Это уже становится интереснее. Я достал штатив. В общем, наверное, перспективы будут. Ни одного чурочка. Конечно, подъедем уже с лизнями. На хороший парочка подосиновиков. Все, я не жалею, что сюда приехал. Вот, ребята, а это поляна с потасинниками. Пять. Пять. Шесть. Там маленький седьмой. Вот он. Вот он. Пять. Вот он. Пять. Пять. Вот так они растут. Восьмь. Десять. Десять. Этенш smart Eastern. Это... как тут еще? 14, 15, 16. 17, 18, пока больше не видно, тут не только подосиновики Оказывается, вот такой беленький, хороший, рядом два подосиновичка 3 Продолжение следует... Вот этот старый оставим... Такие подъеденные все слизнями, но не червивые... Вот такое количество подосиновиков росло на одном месте... Два бровичка... Это я оставил то, что выбрал, старый червивый не брал... Очень неплохо... Это я хорошо зашел... Так... Так... Ладно, похожу еще здесь... Бедро почти полное, надо возвращаться... Такое интересное место... Холм почти правильной, круглой формы... Так... Там лисички сидят... Дерево выросло такое, неплохое уже летом... Похоже на маленький курган... Такая гора... Там уходит вниз вообще... Два луны... Два луны... Это был берег... Это был берег... Вот это не видно... Такой дыб растет... С грибами я езжу обычно в чистые места... Но все равно на всякий случай иногда беру дозиметр... В этом году... Замеры показывают, что... Радиационный фон... Неравномерный... В зависимости от рельефа местности... Так, например... Если замерять радиацию... В русле ручья... Либо пересохшего... Либо... С небольшим количеством воды... То... Радиационный фон там, как правило, выше... Во всех остальных местах... Фон... Отличается... В два-три раза... То есть он ниже... Чем в ручье... По краю болота... Или в низине... Фон... Не отличается от... Других мест... За исключением... Русла ручья или реки... Все это говорит о том... Что... Превышение... Фона... В таких местах... Я имею ввиду... Различное русло... Рек... И ручьев... Происходит... За счет... Видимо... За счет... Концентрации... Тяжелых минералов... И... Присутствие в них... Радиоактивных элементов... То есть это естественный процесс... Не связанный с... Радиоактивным загрязнением... Сюда вывод... Что... По руслам... Рек... Или ручьев... Грибы... Собирать... Не рекомендуется... Если вы с этим не согласны... Оставьте комментарий... Если согласны... Тоже оставляйте... Спасибо что посмотрели... Подписывайтесь на канал... Ставьте лайки... На этом всем удачи... И пока... Пока-пока...